Добрый день! Это итоги дня информационного портала allpravda.ru в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Строили, строили и наконец построили. Долгострой на Красноармейской обещали сдать к ноябрю. Медпомощь недалеко от дома. В селе Алакаевка Новоспасского района появится свой ФАП. Абсолютно в тренде. В Ульяновске назвали лауреатов международного кинофестиваля от всей души. 75 не возраст. Ульяновский дом музыки отмечает юбилей. Трагедия произошла накануне в Чердоклинском районе. По сообщениям, прислужба МЧС России по Ульяновской области в 15 часов 20 минут около населенного пункта станции Брянзина. В поле разбился самодельный легкомоторный самолет. Полет был несанкционированный. Причина происшествия устанавливается. Управлявший им пилот погиб. Расследованием ЧП занялся Следственный комитет Приволжского федерального округа. Идет шестой год строительства дома номер 140 по улице Красноармейской. Проблемный объект сменил подрядную организацию. Сначала он был под крылом Тагайской птицефабрики. Сейчас же им занимается общество с ограниченной ответственностью крепость. Получат ли дольщики долгожданные метры, расскажет Виктория Черкова. Из Красного кирпича и в престижном районе. Дом номер 140 по улице Красноармейской давно уже выкуплен дольщиками, но так и не достроен. К счастью, шесть лет ожиданий тяжб даром не прошли. В ноябре этого года долгострой обещают ввести в эксплуатацию. Директор новой подрядной организации уже отчитался о проделанных работах. Сейчас на данном объекте выполнены работы по монтажу систем отопления, по монтажу систем вентиляции. Также ведутся работы по монтажу электроснабжения. Установлены этажные щиты, проводятся межэтажные кабельные сети. Уже подключили канализацию и водоснабжение, но есть и проблемные моменты. Из-за того, что дом не был законсервирован, то есть не защищен от влаги и остальных внешних факторов могут обнаружиться и признаки разрушений. Компания-застройщик обязуется исправить приобретенный дефект, а фонд, содействуя обманутым дольщикам, планирует в этом помочь. В прошлом году принят закон, 100ЗО, так называемый, который позволяет выделение субсидий застройщику, который вызвался достраивать проблемные объекты. Вот один из таких объектов – это Красноармейская 140. То есть здесь застройщик эскалатором сейчас ведет работы по завершению строительства за свой счет. И после того, как дом будет введен в эксплуатацию, в бюджете предусмотрены деньги в размере порядка 23 миллионов рублей. Средства на возмещение расходов поступят застройщикам только после участия в конкурсе. Если работы проведены добросовестно, то миллионы поступят на счет организации. Инициатором материальной поддержки выступил губернатор Ульяновской области. Региональное правительство контролирует процесс строительства. Мы уже видим, с кем мы будем его достраивать, когда мы это сделаем. И представители актива, так скажем, собственников помещений данного дома постоянно контролируют работу. У нас опасений на сегодняшний день уже нет. Придомовая территория пока не похожа на двор жилого дома. Нет ни детских площадок, ни тротуаров. По заверениям председателя правительства, повода для беспокойств нет. Дом будет сдан только с благоустроенными окрестностями в соответствии с правилами градостроительного кодекса. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. С 30 мая по 16 июня для проведения земляных работ планируется перекрыть движение автотранспорта по проезду Героя России Аверьянова между домами номер 5 и 7. Это необходимо для замены 80 метров магистральной сети, по которой тепло от южной районной котельной поступает в жилые дома и объекты соцсферы. Администрация Ульяновска приносит автовладельцам извинения за доставленные неудобства и просят на период ремонтных работ выбирать альтернативные пути для движения. В министерство здравоохранения Ульяновской области из федерального бюджета дополнительно поступило 105 миллионов рублей. 6 миллионов пойдут на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алакаевка Новоспасского района. На место будущего ФАПа приехала наша съемочная группа. Чтобы сделать укол или сдать анализы, трём сотням жителям села Алакаевка приходится ездить в Новоспасскую районную больницу. А это без малого 30 километров или час езды на рейсовом автобусе. Собственного автомобиля здесь есть не у каждого. Старый Алакаевский фельдшерско-акушерский пункт закрылся еще в 1996 году, поэтому все медицинское обслуживание – выездное. Наше село самое отдаленное в районе, где несколько лет уже у нас нет фельдшерского пункта. Поэтому жители очень озабочены этим вопросом. Но наше руководство и совместно с жителями мы вступили в программу для строительства нового ФАПа. Новый ФАП появится рядом с сельским домом культуры. Участок полностью оформлен, есть градостроительный план, готовится проектно-сметная документация. Во всей красе и полной комплектации лечебно-профилактическое учреждение должно предстать в конце этого года. В штате будет фельдшер, будет младший медперсонал. Касательно графика работы, оказание медицинской помощи круглосуточно, но плановая работа все-таки в дневное время. По видам медицинской помощи, это, разумеется, первичная медико-профилактическая помощь, в рамках которых, собственно, дневной стационар, первичный прием. Помимо Новоспасского района, ФАП в этом году откроют и для жителей поселка Лесная-Быль Чердоклинского района. На строительство учреждений медико-санитарной помощи выделено 17 миллионов рублей федеральных и региональных средств. В марте следующего года мы должны открыть первичное сосудистое отделение на южный куст Ульяновской области. Вообще, что такое первичное сосудистое отделение? Это отделение, где будет оказываться медицинская помощь больным с инсультами, инфарктом и головного мозга. А в 2021 году на базе Новоспасской районы больницы планируют заработать амбулаторно-онкологический центр, куда за помощью смогут обращаться в том числе жители Паловского, Радищевского и Старокулаткинского районов. Рината Алюлова, Руслан Баталов. Специально для Ульяновской правды из Новоспасского района. Ульяновская область в тройке лидеров по темпам сева в Приволжском федеральном округе. В этом году по погодным условиям посевная кампания началась на две недели раньше прошлогодних сроков. Сев яровых культур выполнен на площади в 680 тысяч гектаров, что составляет 102% от плана. Сев выполняют хозяйства Вишкаемского, Кузоватовского, Маинского, Меликесского, Новомалоклинского, Радищевского, Чердоклинского районов. Абсолютно в тренде. В Ульяновске состоялось закрытие международного кинофестиваля «От всей души». Он проходил в регионе с 23 по 28 мая. В его рамках прошло около сотни событий, связанных с киноиндустрией. Вчера мероприятие завершил творческий вечер актера Сергея Маковецкого. 11-й международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра имени народной артистки СССР Валентины Михайловны Леонтьевой «От всей души» после насыщенных шести дней завершил свою работу. Председатель жюри, известный российский кинорежиссер, сценарист Владимир Граматиков отметил высокий уровень конкурсной и внеконкурсной кинопрограммы. Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности по поводу программы. Я когда вчера прилетел и получил толстый очень каталог, я был приятно удивлен и потрясен количеством фильмов и количеством событий, которые происходят во время фестиваля. Не только конкурсная программа, а вокруг. Это и шведское кино, и это очень серьезно. Также Владимир Граматиков подчеркнул, что Ульяновский кинофестиваль находится абсолютно в тренде. Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительных бюджетных средств на детское семейное кино. А 3 июня состоится пленум Союза кинематографистов России по детскому и семейному кино, где будет принято несколько серьезных решений в этом направлении. Имена лауреатов премии кинофестиваля «От всей души» до последнего сохранялись в тайне. Только на торжественной церемонии закрытия были объявлены победители конкурсной программы. Главный приз вечера получил фильм «Дикие предки», который снимался на территории Ульяновской области. Предпремьерный конкурсный показ прошел также в Ульяновске. Картина признана лучшим полнометражным фильмом. Награду продюсеру фильма Анне Крутовой вручил председатель правительства региона Александр Смекалин. Основная идея, которая 11 лет назад была реализована Сергеем Ивановичем, была именно в том, чтобы создать инвестиваль для семьи, для детей. Те инвестиваль, которые бы объединял народы, объединял семьи, объединил наши страны. И это получилось. И символ этого фестиваля, тете Валя, которая знакома каждому, наверное, здесь сидящему с самых малых лет, это, наверное, тот символ, который помог нам это сделать. Приз за лучшую мужскую роль достался Павлу Трубинеру за роль в фильме «Моя жизнь». Режиссер фильма «Интересная жизнь» Анна Яновская получила специальный приз за лучший дебют из рук своего учителя Владимира Граматикова. Лучшей режиссерской работой признан фильм «Солдатик» Виктории Фонасютиной. В номинации «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Аниматор» отметили народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву. Лучшим неигровым фильмом стала картина «Сквозь зеркало» режиссера Арсена Аракеляна «Армения». Приз зрительских симпатий получил актер, лауреат российской кинопремии «Ника» Борис Камарзин. Кроме того, специальный приз за вклад в развитие телевидения и популяризацию имени Валентины Леонтьевой вручили заслуженные артистки России Татьяне Судец, почетные гости кинофестиваля. Специальный приз за развитие культурных связей получил директор Турецкого культурного центра в Москве Асган Амер. Призом за инновационное развитие кино отмечен и заместитель директора Ульяновского кинофонда Александр Ковалевич. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости ульяновской правды. Ульяновцев приглашают на юбилейный вечер в филармонию. 30 мая прославленному Дому музыки исполнится 75 лет. Филармония была основана приказом Министерства культуры на базе областного концертно-эстрадного бюро. Что подготовили на юбилей сами музыканты в материале Ирины Антоновой. В Ленинском мемориале готовится юбилейный концерт Ульяновской филармонии. Сейчас на сцене Большого зала идут репетиции филармонических коллективов. Яркую джазовую программу в праздничный вечер представит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ильи Дербилова. 75 лет юбилей, конечно, очень большой, очень солидный, очень серьезный. Но хочется пожелать всем нам самое главное долголетия не только физического, но и творческого, чтобы никогда интересные идеи не покидали наши светлые головы, чтобы мы продолжали трудиться во благо Ульяновской области, потому что мы чувствуем поддержку, мы чувствуем любовь наших уважаемых слушателей. С Ульяновским оркестром выступит известный российский солист-виртуоз, кларнетист Игорь Федоров. Я счастлив, что я здесь, потому что, на самом деле, один из первых моих больших концертов был именно в Ульяновске. Это было 27 ноября 1991 года. Мне было 13 лет. Я играл вот в этом зале с вашим оркестром, с дирижером Борисом Бенкогеновым. У меня даже, я с собой привез скан моей тетрадки концертной, где вот это написано, что я играл, и за 28 лет я больше тут ни разу не был, потому что Илья Дербилов появился только в прошлом году, и вот наши дружеские отношения привели к тому, что вот я здесь. Вход на концерт свободный. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. Завтра в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 17 градусов со знаком «плюс». Днем столбик термометра поднимется до плюс 29. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин